Ольга Владимировна Курносова, политический аналитик и главный редактор портала «Автор Эмпайр», присоединяется к эфиру. Приветствую вас, Ольга Владимировна. Здравствуйте. Ну, слушайте, ничего фантастического нет, что не стало бы в России реальностью, но когда я прочитал эту новость о договоре о лояльности, они что, серьезны? Ну, мне кажется, вот та звериная серьезность, которой сегодня не просто какие-то инициативы мы слышим, но и постоянно принимаются законы. Я уж не говорю про то, что в Конституции Российской Федерации прямо запрещена цензура, но эту Конституцию они, наверное, вообще никогда не считают. И вот эта, на самом деле, история, попытка запретить говорить не только гражданам России, но еще и иностранцам, ну да, ничего удивительного, по большому счету. Удивительно, что только сейчас, потому что, ну, россиянам-то рот заткнули уже давно. Кстати, вот вспоминали Александра бывшего, да, это один из моих фейсбучных френдов, и вот то, сколько людей из твоего, вот просто тех, кого ты каждый день читал в фейсбуке, оказывается за решеткой, это, конечно, вещь такая очень и очень... Ну, я не могу сказать печальная, потому что она ожидаемая. Вот буквально на днях прошла новость, что известного питерского публициста Александра Скобова тоже пытаются привлечь к ответственности, поэтому этот список расширяется каждый день практически. Можно ли сказать, Ольга Владимировна, что это шаг к тому, что будет и уголовная ответственность для иностранцев? Ну, это тоже может показаться абсурдом, но, например, в Северной Корее мы знаем такие примеры, когда люди, которые нелояльно себя вели, находясь на территории этой страны, попадали в тюрьму и довольно жестко, и потом пытались их много лет освободить. Может быть, что-то такое нас ждет? Ну, конечно, вот же мы только что буквально... Мы видели, как журналистку, по-моему, Радио Свобода, да? Да, Алсу. Да, Алсу Курмашеву. Она сама на себя не написала, что она иностранный агент. Поэтому вот от этого случая до привлечения к уголовной ответственности иностранцев просто полшага, даже не целый шаг, а всего-навсего пол. И понятно, зачем. Потому что сегодня Кремль просто с большим удовольствием использует иностранных граждан в качестве обменного фонда. У них все время есть какие-нибудь там люди типа того же Александра Бута или каких-нибудь киберпреступников или еще кого-то такого, кого Кремль хотел бы обменять. А что для этого нужно? Нужно создавать обменный фонд из иностранцев. Поэтому, конечно же, на мой взгляд, эта инициатива обязательно получит свое юридическое оформление. И действительно, иностранцев будут сажать просто пачками. Можно ли делать какой-то дифференцированный подход? Ну, например, иностранцы из дружественных стран не должны будут подписывать такой договор, а вот из недружественных должны. И как вы думаете, вот до такого маразма может дойти, что еще и тут будут делить? Иностранцы из дружественных стран будут подписывать этот договор еще и в своей стране, не въезжая даже в Россию. И уже с этим договором приезжать на территорию. И их тут, можно сказать, практически с красной ковровой дорожкой. Ну, понятное дело, что в первую очередь это касается тех, кого сегодняшние российские власти уже записали в список своих врагов. Поэтому, конечно, когда Министерство иностранных дел соответствующих стран предупреждают своих граждан, что ездить в Россию опасно, что можно подвергнуться там уголовному преследованию и попасть в тюрьму, это совершенно серьезное предупреждение. И надо к этому относиться очень и очень внимательно. Ну, такие договоры россиянам не предложили до сих пор подписывать. Понятно, есть уголовный кодекс, это посерьезнее любого договора. И там все больше и больше статей, которые ограничивают права самих россиян. Но ведь можно же было и пряником для начала, а не кнутом. Ну, сказал же Песков, что те, кто поуезжали, если ничего плохого не сказали, возвращайтесь. А если сказали, что вас здесь не ждут. И, по большому счету, тюрьма всегда по вам плачет. Так что уже предупредили, и я не сомневаюсь, что те, кто говорят правду про те преступления, которые совершает кремлевский режим, конечно же, могут получить в любой момент. Надо понимать, что вот это событие, возбуждение уголовного дела, может произойти в любой момент. Тогда, когда Кремлю это будет удобно. Тогда, когда полиции это будет удобно. Так что целые подразделения занимаются тем, что контролируют происходящее в интернете. И поэтому списки, что называется, списочки уже составлены. Еще давайте обсудим, отойдем от этих договоров. Один аспект притеснения и репрессии в России. Пока российская МВД думает, как запретить иностранцам говорить об ЛГБТ и критиковать власть, Владимир Путин сделал неожиданное заявление об ЛГБТ-плюс-движении, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он заявил, что его представители и само движение – это тоже часть общества. Добавлю, в России действует закон о запрещении так называемой ЛГБТ-пропаганды, под которой попадают любые одобрительные высказывания об ЛГБТ-сообществе. Нарушителя ждет штраф от 200 до 400 тысяч рублей. И в продолжение сегодняшняя новость. Верховный суд Российской Федерации, несмотря на то, что сказал Путин, признал экстремистской и запретил организацию Международное общественное движение ЛГБТ, которого, как утверждают правозащитники, да и не только правозащитники, этого движения как единого, оформленного, зарегистрированного просто не существует. И решение вступить должно в силу немедленно. Исковое требование было удовлетворено, и признано это движение экстремистским. Суд принят по иску Министерства юстиции Российской Федерации. Такое движение ЛГБТ, кто им руководит, какова его структура, министерство не объяснило. Давайте растолкуем, что это значит. И на самом деле от каких-то лозунгов это может перейти к серьезным репрессиям в отношении тысяч людей. Это означает то, что, собственно, они готовят, вы совершенно правы, они готовят юридическую посадку, базу под посадку, ну просто любого человека, которого они захотят посадить. Опять-таки не новость, когда они признают чем-то ту организацию, которая не существует. Вот, например, съезд народных депутатов, они тоже записали в зарегистрированной организации, которая якобы зарегистрирована в Польше, хотя это не так, и тут же признали нежелательной. Поэтому вот им захотелось кого-то чем-то назвать. Ну и что, что нет такой организации? А им хочется, чтобы она была. Вот поэтому они сами нарисуют на коленке, сами признают и, соответственно, сами будут привлекать к ответственности тех, кого они посчитают, что они туда относятся. Это такое, знаете ли, развитие. Помните, когда было дело сети, когда просто провокаторы писали всякие документы, чтобы подвести соответствующих активистов под экстремистское законодательство. А это развитие этой истории, когда в судебном порядке или Министерство юстиции самостоятельно признают какую-то организацию, которая не существует, с одной стороны существующая, а с другой стороны такой, какой им хочется. Так что в современных российских реалиях может быть абсолютно все. Если кому-то при чтении 1984 Джорджа Уоруэлла казалось, что это все-таки какая-то история фантастическая, то современная Россия разрушает этот стереотип. Нет ничего того, что было бы придумано фантастами, что не может стать реальностью сегодня в России. Один из аспектов этих новых ограничений, которые активно сегодня обсуждаются, вот эти дни обсуждаются, это запрет в том числе и символики, связанной с ЛГБТ-движением, с движением как не с организацией, а как с движением, в котором участвуют люди, относящиеся к ЛГБТ и не относящиеся точно так же. Я имею в виду радугу, которая действительно является международным символом ЛГБТ плюс людей. Как вы считаете, до этого дойдет? Я, насколько помню, несколько лет назад, если вы, может быть, тоже поправите меня, по-моему, какое-то мороженое было запрещено в России, на котором радуга была нарисована, ну так, перестраховались. А вот сейчас что, реально за это сажать начнут? С мороженым было такое дело, не помню я тоже какое, но, собственно, производитель быстренько от этого мороженого отказался. Вот если бы российские власти могли вообще запретить расщепление цветов, призму, которая делает из обычного белого цвета семь цветов радуги, они бы это запретили. Но это, знаете ли, явление природы, это физика. И, к сожалению, переделывать законы природы они еще не научились. Но если бы они могли, они бы их тоже переделали. Вот это все то, что мы наблюдаем, было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что в результате это будут сломанные судьбы людей, в результате это будут новые посадки. И мы же понимаем вообще, насколько сложно этим людям будут в местах лишения свободы. Что с ними там могут сделать? То есть это не просто посадка, это, по большому счету, угроза для жизни. Но властям на это наплевать. И главное, чтобы вот это мясо для репрессий у них все время оставалось. Главное, чтобы не пустовали тюрьмы. Главное, они же, кстати говоря, они же опустили. Много же зэков ушло на войну. Тюрьмы освободили, надо же кого-то туда посадить. Вот, стараются, работают. Ну и в завершение еще один пример абсурда российской системы. За деликатес в полицию. В Москве задержали 41-летнюю Гулину Науман. Ее подругу женщины сняли видеоролик, в котором одна из них ест большой бутерброд с красной икрой прямо на Красной площади в центре российской столицы. Полицейских смутил размер бутерброда и контейнер, в котором было 14 килограммов красной икры. Позже женщин отпустили без протокола. Науман иронизировала, что шиковать рядом с Кремлем нельзя из-за ситуации в Кремле. Вот вы видите, как это было. Тут что комментировать? Все сейчас в России запрещено. Даже вот такие чудаковатые поступки. В принципе, не самое удобное место для поедания чего бы то ни было. Но, тем не менее, вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, Ольга Владимировна, вот столько маразма принимает российская власть, столько действительно абсурдных фантасмагорических решений. Как вы думаете, это все сгинет вместе с режимом? Или еще придется много лет лечить? Ну, конечно, эти решения, они вместе с режимом сгинут. Но мозги-то нужно будет ставить на место. И это самая большая проблема. Да, и все знают, ну, не все, но, по крайней мере, читали, сколько лет понадобилось Германии для того, чтобы освободить голову немцев от этого национал-социалистического морка. Наверное, сейчас это произойдет быстрее, потому что мы живем в информационный век, и та информация, которую мы получаем, ее гораздо больше, люди быстрее ее воспринимают, быстрее все забывается. Знаете, есть такой журналист Глеб Пьяных, он говорит, да, эти мне остатки на две недели, и я поменяю то, что там у людей в голове. Может быть, это и так, но вопрос же не только в том, чтобы они поняли, какие преступления совершает сегодня Кремль. Вопрос в том, чтобы все поняли, что вот это молчаливое потакание преступлением Кремля – это тоже соучастие. И тогда, когда люди это поймут, должно произойти внутреннее покаяние. И только после этого откроются какие-то новые возможности для россиян. А этот процесс, он не может быть быстрым. Так что, да, нас ждут непростые времена. Спасибо вам большое, Ольга Владимировна. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр», была гостем нашей студии. Мы продолжаем работать. Впереди много интересных тем, материалов наших коллег. Так что оставайтесь на фридами.